Вот так меня встретила Испания, но в этот день мне только надо было доехать до Тарагона и переночевать. А вот на следующий день, после посещения офиса, я уже еду в Арагон, в городок Морос. Это моё последнее посещение этого городка. Надо забрать свои вещи. Вот это я уже прилетел, в смысле доехал. Нахожусь на высоте 800 метров над уровнем моря, в городке, где я когда-то провёл пару лет. В собственном домике, который я некогда купил за 4000 евро, но кризис вынудил меня его продать, когда я остался без денег. По-прежнему люблю это место, потрясающее спокойное место. Горы вокруг, речка с ледяной водой, где летом очень приятно можно освежиться. Ну а планы мои здесь не завершились. Планировал я свой домик полностью покрыть мозаикой, сделать некоторого рода маленький дом-батьё. Даже после того, что я успел сделать, некоторые местные жители и проходившие туристы называли этот дом Гауди. Так что я тут уже был немного знаменит, но до конца довести мои идеи не удалось. В этом месте должны были быть облака в форме птиц над этими горами. Это дерево должно было опять выйти из стены и виться до самой крыши, покрываясь цветами. Ну и северный фасад дома тоже я планировал создать разноцветным. Всё, забрал свои вещи, прощаюсь с этим замечательным городком и еду обратно в Каталунию. Надо вернуть автомобиль. Рассчитывал я отдохнуть после этого. Несколько дней должен был начать работать 6 мая, но повернулось всё не так. Так, 350 километров я ехал с утра из Тарагоны в Морос. Сейчас полдня грузил и еду обратно. Уже 350 километров проехал в тот же день. А это уже следующий день. Утром я еду в Барселону вернуть автомобиль в аэропорт. И по дороге остановился вот в этом замечательном месте, где я бывал часто, когда был гидом, выезжавшим на экскурсии каждый день. На горизонте святая гора каталанцев, Монсеррат, распиленная гора. 1236 метров, самая высокая точка. Ну а с геологической точки зрения это даже не гора, а гигантская скальная формация. Бывший риф. Ну что ж, вот я и в Испании. Приветствую всех. Остановился по дороге в аэропорт. Надо вернуть машину у городка Сан-Садурни де Аноя. Когда-то мы сюда экскурсии возили на фабрику шампанских. Но не на эту фрешнет, которая за мной, а на фабрику Кадарню. А на этой фрешнет я не был ни разу. И стоит, наверное, если будет время, в этом году заеду на дегустацию фрешнета. И фабрика знаменита, очень красиво, есть смысл посетить. Ну и Монсеррат, конечно же Монсеррат. Я надеюсь, что в этом году удастся мне, наконец, сделать видео о Монсеррате. Когда-то я туда возил экскурсии, но сейчас я там пятый запасной гид. Монсеррат мне не светит, так что единственный шанс будет поехать самому. Ну вот, начинаем цикл видео про Испанию. Сезон открывается. Сегодня 2 мая. Как обычно, я передвигаюсь между Барселоной, Тарагоной, Реусом и Салоу и Коста-Дорадой бесплатно. Используя бесплатный проездной на электричке, пересаживаясь несколько раз с одного поезда на другой. Вот это станция Виланова и Лагилтру. Когда-то тут было самое огромное и самое урожайное тутовое дерево, которое я вообще в жизни видел. Вот его несколько лет назад срезали. Я был очень расстроен в тот год, не видя это дерево, проезжая станцию Вилановы. И вот что выросло из пня. Удивительная природа. Вот такое вот. Лет 10 назад, по-моему, срезали. И надо же, дерево не погибло. И посмотрите, какой дает урожай. Это то, что выросло из пня за 10 лет. Ну, может за 12-13. Я точно даже вспомнить не могу, в каком году его срезали. Уже пару ягод удалось съесть, но думаю, что через неделю-две это будет богатство. Фруктовый рай. Фруктовый рай. Ну, а самая большая неожиданность ожидала меня вечером этого дня, когда мне сообщили, что выхожу на работу я не 6 мая, а уже на следующий день, 3 мая. И уже еду на панорамную экскурсию по Барселоне. Испано-английская группа. Полуавтобусы еще на шоппинг поедет. Ну, и вот так неожиданно начинается мой рабочий сезон. Плана. Первый же день работы, который должен был быть 6 мая, он стал 3 мая, я уже поехал на экскурсию. Как обычно, с кучей проблем, панорамная на двух языках, английский и испанский, сити-центр, с водителем, который не очень-то хорошо ездит по городу. Ну, в общем, так и у нас, как обычно, начинается сезон. Я в Барселоне, 3 мая, начало трудового сезона. Ну, вроде обошлось без проблем, нигде не застряли, никого из туристов не потеряли. И уже выезжаем из Барселоны, едем обратно в Салово и Камбрилс развозить туристов. Интересный автобус с пятью сиденьями, рядом и позади водителя. То есть, пять гидов может ехать в нем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мы уже заканчиваем развозку в Южном Салово, едем вдоль пляжа. Осталось нам кемпинг Сангули развести и несколько отелей в Камбрилсе. И на этом мой рабочий день закончится. Но так я выезжать буду редко, один максимум два раза в неделю, остальные дни, как и в прошлом сезоне, я буду работать в офисе. Пока в том же самом офисе на улице Ампоста, где я работал и в прошлом году, с немного другим расписанием с 9 утра до 5 вечера. А в воскресенье у меня будет выходной. Предварительное расписание такое у меня. Вот это отель без Сан-Франциско. Пока он закрыт. Напротив, бывший отель Плая Маргарита, который сейчас называется Салоу Парк 2. А это отель Салоу Парк, который когда-то был единственным. Теперь, возможно, называется Салоу Парк 1. Не знаю. Ну, а это мой офис на улице Ампоста. Точнее, он не мой, а компании Бузплана. Но это именно тот офис, в котором я продолжаю работать второй сезон подряд. За исключением тех дней, когда не хватает гидов, и я еду в Барселону. С экскурсией. Ну, вот я и на работе. Тот же офис между отелями Салоу Парк и Сан-Франциско на улице Ампоста. Так что будете в наших раях, заходите в гости. Какие вопросы будут по Салоу или по Испании, по Барселоне, расскажу. И вот здесь начинается мой рабочий сезон.